И говорил Елисей женщине, сына которого воскресил он, и сказал, — Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на семь лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божья, и пошла она и дом ее, и жила в земле Филистимской семь лет. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли Филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Тогда царь разговаривал с Геезией, слугою человека Божьей, и сказал, — Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил, он просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Геезии, — Господин мой царь, это та самая женщина, и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царю женщины, и она рассказала ему, и дал ей царя одного из придворных, сказав, — возвратите ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, — пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, — Возьми в руку твою дар, и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря, — выздоровею ли я от сей болезни? И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести сорок верблюдов. И пришел и стал пред лицо его, и сказал, — Сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни? И сказал ему Елисей, — Пойди, скажи ему, выздоровеешь, однако ж открыл мне Господь, что он умрет. И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий, и сказал Азаил, — Отчего господин мой плачет? И сказал он, — Оттого, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их придашь огню, и юноше их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил, — Что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое дело? И сказал Елисей, — Указал мне Господь в тебе, царя Сирии. И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему, и сказал ему, — Что говорил тебе Елисей? И сказал, — Он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо царя, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женой его, и делал неугодное в очах господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил едом из-под руки Иуды, и поставили они над собой царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил Идумиян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в свои шатры. И выступил едом из-под руки Иуды до сего дня, в то же время выступила и Ливна. Прочие об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В двенадцатый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. Двадцати двух лет был Ахозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Ромоф Галаадский, и ранили сириане Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтоб лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сириане в Ромофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь Иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, так как он был болен.